коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня мы с вами поговорим о таком пороке многих трейдеров как жадность как можно с ней бороться и как можно от нее избавиться то есть есть некий свод небольшой правил соблюдая которые мы убираем фактор жадности из трейдинга тем самым повышая профитность нашего нашей работы до нашей торговли и убираем некие риски которые как правило приводят к сливу депозита то есть кто-то раньше кто-то позже кто-то энное количество времени работает в плюс и затем вот происходит переключение какое-то да там по эмоциям где-то гармоники заиграли и мы начинаем там превышать риски и депозит благополучно сливаем классическом представление извлечение прибыли из торговли любыми там классами активов нас как правило учат да там продавать обязательно где-то здесь наверху там покупать где-то здесь внизу и вот на вот этих вот серьезных движениях то есть нас не интересует что вот здесь происходит мы вот у нас есть вход у нас есть там какая-то цель и вот мы хотим все это движение непременно забрать да иногда это будет получаться если мы будем смотреть там границ каких широких диапазонов я там никак это не против да если у вас будет получаться забирать такие большие серьезные движения это все классно но необходимо свести все к неким не как некому своду правил и тем самым исключить до возможные факторы риска самые наверное частые распространенные я бы не сказал что это прям ошибки но это вот такие моменты которые как правило до вызваны именно жадностью и первое самое наверное такое серьезное может быть заблуждение это жажда быть в сделке постоянно то есть вот непременно чтобы мы сидели в позиции чтобы у нас там как-то изменялся финансовый результат по позиции сейчас у всех смартфоны планшеты ноутбуки в любой момент это открыл терминал посмотрел у меня был такой период телефон когда метатрейдер 4 в телефоне был самым частым предложением который я открывал после поднятия то есть там видео ведется такая статистика и можно посмотреть у кого-то там соцсети у кого-то там я не знаю телеграмм какие-то каналы вот у меня любимым занятием было открыть метатрейдер посмотреть что происходит с позициями то есть вот это момент его необходимо исключить когда вы работаете системно когда у вас есть треска вы либо сидите сопровождаете позицию открыли и тянете если у вас открытый тейк ну то есть отсутствие даты и к и вы просто сопровождаете позицию либо же вы работаете статистически открыли сделку вас стоит стоп лосс вас стоит и профит все забыли ждем результат смотрим как это было потом фома это вот страх упущенной прибыли тоже такая больше к жадности наверное относится этот момент сейчас масса всяких информационных каналов где люди делятся своими финансовыми там результатами успехами как правило стопики никто не показывает а вот жирные профиты похвастаться это прям любимое занятие очень многих и это триггерит трейдеров все хотят быть похожими да вот я тоже так хочу и инструментом куда-то полетел и вот без меня как же так и вот начинается это открытие где-то на ходу это плохо отсутствие фиксации в позициях многие действуют там следующим образом открывая сделку ставят стоп лосс но не ставят их и хотят потянуть куда-то далеко всем объема сначала инструментом делает коррекционный какое-то движение мы понимаем что это коррекция сейчас движение продолжится вместо этого инструмент заваливается обратно и даже если там стоп лосс перенесен без убыток куда-то до в положительную плоскость стоп лосс оттягивается особенно когда мелкой пилой так идет инструменты каждый вот это движение трендовая но порно по направлению сделки данного воспринимается как вот вот сейчас пойдем фиксации нет инструмента может дать 5 к одному 7 к одному 10 к одному затем вот он потихоньку вкатывает обратно а мы не закрываемся в надежде что вот сейчас обязательно движение будет продолжим необходимо фиксировать частично прошел инструментом 34 к одному закройте там половину три четверти перенесите стоп без убыток и вот этим остатком попробуйте уже потянуть посопровождать обязательно сопровождаем сделки не оставляем без присмотра то что тянем либо там в хороший без убыток ставим стоп лосса тогда можно там например через ночь переносить либо сопровождаем глазками до сидим и смотрим там достигаем каким каких-то изломов начинает обратно вкатывать все закрыли и забыли не входить в движение это тоже такая ошибка довольно таки часто особенно те кто работает там среднесрочные долгосрочные заходы долгое ожидание точки входа у меня это тоже было и можно там условную неделю сидеть ждать точку входа потом кто-то отвлек до пропустили инструмент ушел и мы начинаем в догонку заходить так делать ни в коем случае не стоит потому что в любой момент может начаться коррекция ее глубина нам заранее доподлинно неизвестно куда ставить стоп мы не понимаем можно там конечно применить расчетные стопы но выживаемость таких сделать будет крайне низкой превышение объемов рисков именно превышение рисков с увеличением объема не все понимают что нужно сокращать стоп лосс для того чтобы не превышать риск допустимый на сделку если мы будем поступать таким образом да у нас в какие-то моменты будет жирный профит но убыточные позиции они будут наносить существенный урон всему депозиту и может происходить вот это переключение по эмоциям быстро быстро вернуться туда где нам было хорошо вот мы там я не знаю там 35 тыков забрали подряд и прирастили неплохо депозит потом случается один стоп лосс и мы непременно хотим вернуться туда где нам было хорошо начинаем увеличивать объем там одна один стоп второй стоп третий стоп и вот мы уже там на точке старта по депозиту и стремимся быстренько быстренько туда вернуться где у нас там было условные плюс 10 процентов начинаем еще увеличивать объем и это все приводит к сливу депозита в любом случае неважно там сколько времени до прошло там кто-то может три месяца торговать в плюс куда полгода может торговать в плюс потом один единственный какой-то вот момент происходит там к эта уверенность появилась либо желание доказать рынку свою правоту и начинается вот это открытие против хода движения непременно вот сейчас развернется вот здесь я точно там продам вот здесь я точно куплю сейчас вот пойдет на повышенных объемах это тоже такое себе занятие отсутствие стопов есть стратегии есть торговые системы предусматривающие отсутствие стопов усреднения и все такое прочее здесь тоже нужны жесткие рамки по рискам нужно готовиться до к ситуациям когда нас там будут в какие-то дуги уходить инструменты цена будет далеко уходить от нашей точки входа мы будем пересиживать вот эти убытки бумажные это отдельный вид до трейдинга отдельный подход intraday средний срок обязательно стоп лосса можно точно также без стопов забирать целую серию тейков да то есть целую серию положительно вытаскивать сделки один раз мы зайдем где-то далеко там от средневзвешенной какой-то цены особенно вот на форексе да там я не знаю условно там золото там по 2000 и выше там неплохо продавать куда-нибудь в среднюю там 1800 1900 как это возможно да допустим но один раз вот пойдет движение там плюс 100 плюс 150 долларов по цене и мы можем одной единственной сделку убить абсолютно весь депозит частые сделки это тоже наверное можно отнести к жажде нахождение в сделке но бывают ситуации кто работает вот с короткими тейками бывает да что там на домашке инструментов много торговой ситуации 1 2 там одну пропустили в одной поучаствовали коротенький тейк забрали рынок дальше идет мы без позиции начинаем быстро вот искать стремится совершить какую-то еще сделку и вот по чуть-чуть по чуть-чуть вот это хватание приводит к тому что получается как бы такое состояние переторговки глаз замыливается начинаем смотреть там совсем мелкие таймфреймы невзирая на старшие да то есть не в полной мере отдаем себе отчет о текущем положении цены и куда там мы можем пойти либо что вообще происходит где там наши уровни где наши торговые ситуации с сформированными точками входа для того чтобы вот от всего этого уйти необходимо выполнение нескольких условий они не такие сложные как может показаться там на первый взгляд первое самое важное это вам нужен торговый план вы должны перед сделкой заранее да то есть предполагаем там направление предполагаемую точку входа мы заранее понимаем что мы хотим увидеть для того чтобы открыть сделку и если эти условия выполняются то есть мы заранее намечаем сделку и вот когда условия выполняются тогда мы уже не думаем не рассуждаем просто выполняем условия своей торговой системы открываем стоп тейк и работаем ограничивать потери необходимо то есть необходимо соблюдать риски там базовыми являются там пол процента от от половинки процента данного процента убытков для депозита в день то есть если вы хотите загрузить условный весь риск дневной в одну сделку значит вы делаете одну сделку ждете вот самую самую и только в ней одной участвуете если стоп значит все в этот день у нас недопустимые уже входы то же самое можно там недельный риск использовать например да и в течение недели ждать а вот одну единственную самую хорошую ситуацию и в ней поучаствовать но всегда необходимо ограничить потери если вы готовы за месяц потерять там 7 10 процентов от депозита и вы эти 7 10 процентов от депозита потеряли за там 3-4 торговых дня дайте перерыв не превышаете то есть потеря по лимит достигнут да и необходимо немножко отойти чтобы эмоции там где-то по угасли чтобы не ломать дров необходимо ставить реальные цели как для конкретных движений если мы смотрим там например какие-то контр трендовые ситуации сейчас примеры покажу с вчерашних и сегодня там на эфире очень красиво было если есть например контр трендовая ситуация мы хотим забрать лишь откат небольшой откат не нужно непременно ставить себе цель что это вот какой-то разворот и мы там будем далеко далеко идти необходимо работать со статистикой и это вот тоже и по целям там лучше сделать за год там 30-40 процентов к депозиту совершив при этом там 150 200 сделок за год одной сделкой сделать там сто процентов депозитов в три раза увеличить депозит сложности вообще никаких нет берем огромный объем большие плечи и просто играем в угадай q угадали направление там сделал инструмент 10 процентов движения мы там зашли с 50 каким-нибудь плечом и сделали там x и это имеет место быть но это такое сроднил 3 до повезет не повезет тоже не совсем правильно на дистанции необходимо на длительном промежутке времени показывать положительную динамику вот это реальные цели со статистикой то же самое работаем те ситуации которые у нас имеют скажем так наивысшее математическое ожидание то есть вы на основе своей статистики должны понимать что у вас лучше получается если у вас получается пробой значит работки пробои забудьте про ложные пробои забудьте там про ловлю ножей забудьте про какие-то там контр трендовые заходы ждите чистую плоскость хороший дневной уровень хороший подход с точкой входа и вот тогда работайте необходимо контролировать эмоции очень важно вот это именно когда мы торгуем и опираемся вот вот сейчас вот сейчас и вот это все время надежды какая-то просыпается это не трейдинг трейдинг это холодная голова всегда и быстрые пальцы до чтобы сделки открывать то есть эмоции убираем жадность убираем и работаем те ситуации которые у нас лучше получаются по прошествии времени вы будете понимать что вот это у вас получается вот эти картинки вы видите они неплохо отрабатывают и когда вы будете на графиках ведь аналогичные ситуации вы не будете думать о том-то а пойдет не пойдет там бояться не бояться что будет что будет там какая какой результат будет по сделке вы будете понимать обладая неким багажом совершенных сделок что у вас лучше все получается и только это и можно работать я покажу две вчерашние ситуации они там как эта ситуация близнецы мы вчера падали весь день и вечером сформировали две такие но при было побольше на две ситуации которые отработали неплохо то есть к откату подход малая влатильность и можно поработать в пробой там подержать куда-нибудь куда излома но и тут так движение на вскидку там со стопом 17 сходили порядка 5 8 ну то есть три с половиной четыре к одному движение то есть мы хотим работать ложный пробой на дневке у нас ложный пробой 3504 и пробойная точка входа именно контр трендовая да можно там попробовать куда-нибудь сюда посидеть потянуть далеко но изначально мы рассчитываем на небольшое лишь движение и в такого рода сделках участвуем и 2 монетка сент точно такая же ситуация близнец тоже ложный пробой 55 40 и на на возврате до в пробойную плоскость тут на торговка есть и малая влатильность тоже можно поучаствовать движение не очень большое но три процентика далее как это можно чуть-чуть забрать сегодня ситуация на эфире поинтереснее единственное только с воздуха я не привязывался гневки просто на разборе вечером посмотрел было красиво все то же самое катка то поджатие на малой влатильности он такие картиночки уже показывал и вот важный момент да если мы там условно заходили сюда в пробой не просто вам визуализирование марку да там понятный стоп и вот в этом движении нам там могло насыпать 14 к одному там до ближайшего излома слева у нас там порядка 6 к одному если мы не фиксируемся здесь а хотим непременно вот держать туда туда далеко далеко куда-нибудь опять на 4000 то мы очень сильно рискуем оказаться вот в такой ситуации когда у нас уже хороший профит по позиции если мы не дай бог здесь ничего не зафиксировали а просто перенесли 100 без убыток то вот нас выбило и ушло поэтому не забывайте фиксироваться проходит инструмент n до заданное расстояние часть позиции закрыли часть в безубыток выбило бог с ним и свое уже забрали то что нам дал дал рынок да в понятный для нас ситуации вот применяйте не жадничайте с рынком нужно делиться денежки в рынке с воздуха не берутся от перетекают от смелых к терпеливым поэтому ждите свои торговые ситуации используйте стоп лоссы и фиксируйте прибыль не жадничайте пока пока